Летом Севастополь становится точкой притяжения не только для туристов, но и для представителей научного сообщества со всей России. В этом году в нашем городе прошел интенсив «Архипелаг», в рамках которого в том числе состоялась выставка «Настоящее будущее», где разработчики со всей страны представили свои изобретения. Мы провели прямой эфир, где пообщались с участниками выставки и сейчас покажем одно из интервью. У нас появится Виктор Растеряев, генеральный директор НД «Марин». Здравствуйте. Здравствуйте, София. Я знаю, сегодня мы с вами будем говорить о подводном аппарате «Марина». Это аппарат для погружения под воду и исследования глубин. Вот признавайтесь, вдохновлялись рассказами, наверное, Кусто. Я потому что сразу вспомнила его батискафы, примерно так же он выглядит. Расскажите немножко подробнее про разработку. Да, все правильно. Это, скажем, наш проект родился прежде всего из романтики. Это желание стать покорителем морских глубин. Потому что мы не только, мы помним всегда Капитана Нема, помним Наутилус и, скажем так, та романтика. И плюс в настоящее время считается, что Мировой океан, он исследован не более 5%, потому что мы полетели к звездам, мы исследуем сушу, но Мировой океан, он еще требует своего покорителя и исследователя. Поэтому непосредственно тоже хочу сказать спасибо городу Севастополю и также организатором проекта «Настоящее будущее», что мы смогли к вам сюда привезти наш аппарат. Его можно посмотреть на выставке. И здесь самое главное то, что это гражданский аппарат. То есть это мы говорим, что это, да, действительно это первый в России гражданский аппарат легкого типа, который предоставляет возможность совершенно неподготовленному человеку в плане физически. То есть он не должен быть дайвером, он может не иметь опыта погружения, но он может погрузиться на глубину до 100 метров, соответственно, и прикоснуться к морским глубинам, к морской археологии. И в принципе мы считаем, что наш аппарат может быть полезен в том числе и городу Севастополю, потому что сейчас у вас большое внимание уделяется как морской археологии, так вот, скажем так, вашему заповеднику Херсонесу, соответственно. Поэтому вот мы и здесь его показываем, демонстрируем. Действительно, Севастополь и море, его исследования неразрывные. Кстати, друзья, вот небольшая подсказочка. Видели белый купол выставки «Настоящее будущее», а вот как раз аппарат «Марина» можно увидеть на более низкой площадке, возле солнечных часов. Стоит как раз модель, можно пойти полюбоваться и представить себя, например, вот исследователем. Но давайте немножко подробнее про аппарат, в чем его преимущество, что она дает исследователям, как происходит работа. Ну, во-первых, наша, скажем так, компания, мы занимаемся разработкой серии аппаратов. «Марина» – это первый аппарат в нашей серии. Он назван в честь моей сестры. Соответственно, ее разработкой занимался мой отец. Соответственно, этот аппарат мы называем его «легкого типа». Он рассчитан на двоих человек. Соответственно, аппарат сухого типа, то есть пассажир и пилот находятся в естественной среде. Там естественное атмосферное давление и естественная дыхательная смесь. Аппарат может погрузиться, как я сказал, до глубины 100 метров. Соответственно, произвести осмотровые работы. Также наш аппарат – это база, это как автомобиль. Он может оснащаться дополнительным оборудованием, научно-исследовательским оборудованием, в том числе и манипуляторами. Соответственно, он может взять пробу грунта, разместить определенные датчики, соответственно, инженерное и научное оборудование и вернуться обратно. И мы надеемся, что как раз наш аппарат будет именно востребован в университетской и научной среде. Почему? Во-первых, это стоимость. Благодаря нашим технологиям, в том числе и технологии производства купола, потому что мы развивались в среде, в которой, ну, к сожалению, мы были ограничены в ресурсах. Поэтому мы рассматривали технологии, которые позволяют довольно-таки достаточно дешево сделать купол. И наш аппарат получился недорогой. То есть он уже доступен и университетам, соответственно, и они могут его использовать. Базовая комплектация сколько будет стоить? Базовая комплектация идет от 25 миллионов рублей. Для судостроения это небольшая цена. Но мы что еще смогли сделать? Для нашего аппарата не надо специальных крановых установок, чтобы спустить его на воду. То есть не нужны суда обеспечения. Его можно спустить с лодочного прицепа. То есть это как катер, по сути дела. Вы его спустили, также его можно транспортировать. То есть его можно к месту исследования. Не надо специального судна. Вы можете зацепить его за катер, подвезти и уже осуществлять погружение. То есть мы постарались именно в первой модели сделать так, чтобы она была приближена и требовала для себя минимум каких-то дополнительных средств обеспечения. Сейчас как используется? Наверняка были какие-то испытания, а вот в работе уже где-то применяется этот аппарат? Сейчас мы его дорабатываем и в работе мы его планируем только применять, потому что мы прошли первое испытание. То есть мы испытывали его в барокамере, потому что наш аппарат, он, скажем так, маленькая сестричка больших подводных лодок. У него также есть прочный корпус. Мы его испытывали в барокамере давлением, соответственно. Потом испытывали в Черном море погружением, соответственно, были внутренние испытания. Сейчас мы проводим определенные доработки с учетом пожелания клиентов и уже будем выходить на морской регистр для цели его сертификации. Ну, не могу не спросить про безопасность, потому что, честно, например, я очень боюсь воду, тем более погружаться под воду, не иметь такой связи. Вот действительно, есть ли связь с поверхностью? Насколько можно не бояться за себя и коллегу? Здесь вот и уникальность нашей разработки в том, что это действительно наша российская разработка. Она еще идет корнями из советской индустрии, поэтому у нас есть несколько степеней защиты. Соответственно, аппарат простой, погружение вспытия осуществляется механическим образом, то есть за счет либо заполнения балластных цицерной водой, либо опорожнения, вытеснения воды с сжатым воздухом. Плюс у нас есть двигатель вертикального подъема, который позволяет аппарату перемещаться в толще воды. Но у нас есть также средства, например, наш аппарат может даже при неработающем двигателе, в случае, если он отказал или закончился заряд, при отдаче аварийного балласта он может сам подняться наверх. То есть здесь мы сделали максимально так, чтобы на безопасность аппарата, на его жизнедеятельность не влияли какие-то электронные устройства. То есть при аварии мы можем спокойно подняться, отдав аварийный балласт. Все, успокоили. Если стану исследователем, так и быть, залезу, посмотрю, что же там у нас происходит под толщами воды. Также есть, вы уже упомянули, что на основе двигателя может передвигаться самостоятельное устройство, загрязнение воды, вот тоже, мне кажется, важный вопрос. Здесь, да, мы уделили этому очень много времени, внимание, тем более сейчас это крайне актуально. У нас двигатели герметичные, у нас в системе полностью отсутствует гидравлика, то есть отсутствует смазка. Поэтому здесь даже при небрежном эксплуатации аппарата невозможно загрязнять акваторию, потому что нет горючих смазочных материалов. То есть это чисто электрический двигатель, соответственно, он герметичный, и вода туда не может ни при каких условиях поступить. Ну просто одни плюсы. Вы уже упомянули, что это полностью к тому же отечественная разработка. Вот не возникло ли каких-то сложностей в том, что каких-то, может быть, элементов не хватало, которые заказывали из-за рубежа? То есть вот в этом плане сейчас с санкциями, мне кажется, актуальный вопрос. Нет, здесь пока наш аппарат, слава богу, собран полностью практически из российских компонентов. Там единственное, импортно используются блоки управления двигателями, но мы их можем легко заменить. Просто, скажем так, это было готовое решение. А все-таки мы стартап, поэтому мы старались, ну, шли по пути на меньшего сопротивления. Мы собирали из доступных материалов. То есть при желании мы можем это заменить на российские компоненты, здесь не будет проблем. Плюс, скажем так, изготовление купола – это чисто российская разработка, наша разработка, мы это делаем внутри, без привлечения зарубежных, скажем так, ресурсов. Что ж, большое спасибо, Виктор, за этот рассказ. Вот, друзья, обратите внимание, возможны разработки, которые основываются только лишь на отечественных элементах. Полную версию этого и других прямых эфирах вы можете найти на нашем сайте ntsdpstv.com во вкладке «Стрим НТС». Увидимся в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok